всем привет в этом видео хочу показать куртку которую я сшила совсем недавно куртку я сшила для себя для этой куртки я выбрала готовую курточную стеганую ткань цвет у нее голубой металлик эту куртку решила сшить без капюшона сделать воротник стойку застежку решила делать на кнопках это металлические кнопки сделала прорезанные карманы на молнии для тех кто еще не научился делать такие карманы я оставлю ссылку на видео где подробно показывал как можно сделать прорезанные карманы на молнии по низу рукавов и по низу куртки идет цельнокроеная тачка низ изделия низ рукавов отстраивать не стала как уже сказала здесь застежка на кнопке это курточные металлические кнопки альфа 12 с половиной миллиметров подбор сделала также из основной ткани но здесь у меня подбор виде просто прямых полос так как ткань было очень мало и даже тот подбор который у меня есть получился из стыкованных кусочков ткани я их стыковала по линиям стежки поэтому так глаза не бросается на подкладку я поставила тоже стеганую курточную ткань остатки вот и другого изделия и на обоих слоях этой курточной ткани стоит синтепон 150 грамм поэтому куртка получилось очень теплая но она не такая уж и объемная кстати из-за нехватки ткани я не сделала обтачку горловины спинки воротник стойка пожалуй это первое изделие с таким воротником которое я шью обычно я шила либо вообще без воротника либо с капюшоном как уже говорила ранее по низу изделия идет цельнокроеная тачка то есть низ просто подогнут и соединил с подкладкой линии стежки я стыковал только на двух деталях переда по боковым срезом не стыковала потому что как уже сказал ткани было очень мало и если будете что-то подобное и стежки лучше взять с запасом и поконкретнее определиться заранее с моделью измерить сколько нужной тканью у меня ткань верха 1 метр тридцать сантиметров за основу этой куртки я взяла выкройку куртки из стеганой ткани которую мы с вами шили прошлой весной выкройка рассчитана готова курточную стежку и несмотря на то что на подкладке мне тоже стежка я взяла 44 размер какой я и ношу ну теперь я покажу какие изменения я внесла выкройку во первых я уменьшила длину здесь уже длину определяйте самостоятельно какая длина необходима для вас в боковых швах я убрала приталивание я сделала абсолютно прямой боковых шов от низа проймы до самого низа это изменение по длине и ширине на деталях переда то же самое я сделала с деталью спинки сильнее я ничего не расширяла все остается по выкройке теперь что касается подгибки низа а точнее цельнокровной обтачки по выкройке уже как раз таки заложена такая обтачка вы просто к длине куртки которая вам нужно добавлять и ширину обтачки я сделала ширину одной полосы стежки у меня это 5 сантиметров и к этой длине добавляем припуск на шов соединения с подкладкой один сантиметр детали для подбор то есть выкройки поэтому краете по ней если ткани достаточно так как у меня ткани не хватало у меня получился вот такой подборд виде прямой полосы в длину подборд нужно выкроить следующим образом у нас есть линия готового вида изделия и по низу у нас идет цельнокровная обтачка получается когда мы будем соединять куртку и подкладку по низу мы эту обтачку подогнем и надо будет выкроить подборд до вот этой линии до обтачки но не забываем добавить один сантиметр припуск на шов для соединения подкладки и самой куртки подкладку переда краем по деталям вверхом за минусом подбор то длину краем по длине подбор то подкладку спинки краем также по деталям вверхом за минусом обтачки горловины длину делаем также по длине подбор то получается деталь обтачки горловины спинки есть выкройки рукава по ширине я крыла без изменений я только немножко убавила длину так как рукава по этой выкройки мне немножко длинноватый линию готового вида изделия переносу немножко выше то есть до той длины которая мне необходимо и цельнокровную обтачку делаю заново потому что ширина рукава немножко изменяется она получаться по низу пошли чем по самой выкройки поэтому обтачка должна зеркально отображать низ рукава подкладку краем по рукаву за минусом обтачки и добавляем один сантиметр припуск на шов в общем то то же самое что мы делали с деталями переда и спинки в рукава кстати я не делала на подкладку стёжку обычную подкладочную ткань если вы будете делать застежку на молнию как по выкройке то по центру ничего не изменяем я буду делать застежку на кнопки это у меня центр я убираю припуск на шов и от центра перед я откладываю два с половиной сантиметра это ширина полу заноса то есть расстояние от центра до края борта влево от центра также откладываем два с половиной сантиметра в итоге вот этот запах то застежка у нас получается шириной 5 сантиметров и по линии центра на обеих деталях переда мы будем устанавливать кнопки к полу заносу также нужно добавить один сантиметр припуска на шов пожалуйста это не забывайте воротник я строила самостоятельно для этого я измеряю длину горловины а точнее я измеряю половину горловины спинки и горловину на одной детали переда складываю две эти величины по вертикали чертим линию под прямым углом от нижней точки вправо чертим горизонтальную линию и нужно дочертить две линии то есть построить прямоугольник высота этого прямоугольника это высота стойки я сделала девять с половиной сантиметров то есть это высота стойки в готовом виде если мы пришьем воротник в таком виде то он не будет прилегать к шее поэтому для более плотного прилегания нам нижний угол нужно поднять к верху то есть мы откладываем от нижнего правого угла к верху примерно 3-4 сантиметра и строим новую линию втачивания воротника от этой новой точки под прямым углом откладываем мерку высоты воротника это девять с половиной сантиметров и оформляем плавный вогнутой линией верхний срез на воротнике чем больше это расстояние тем более плотное прилегание воротника к шее для куртки в среднем как раз берут 3-4 сантиметра после внесения изменений нижний средство средств втачивания воротника в горловину нужно еще раз измерить и сравнить с длиной горловины если есть какие-то погрешности то их исправить здесь у нас будет сгиб то есть у нас будет одна деталь со сгибом для куртки нужно выкроить две детали куртку можно шить по видео в котором мы шили данную стеганую куртку из бархатной стежки пошив тот же самый задним исключением что здесь у нас будет втачиваться воротник то есть внешний воротник втачиваем в горловину самой куртки внутренний воротник втачиваем в горловину подкладки а далее подкладку и куртку соединяем таким же образом я надеюсь это видео вам пригодится отдельный пошив я снимать не стала потому что все очень похоже кармашки вы такие уже должны уметь все делать потому что мы их делали неоднократно куртка получилась очень теплая несмотря на то что она короткая для езды в автомобиле это мне кажется идеальный вариант сильно длинные куртки иногда не совсем удобны и несмотря на то что куртка рассчитана на стежку 150 грамм примерно здесь у меня получилось два слоя стежки получается на спинке и детали впереда 300 грамм куртка все равно осталось довольно таки свободной из-за стежки она кажется объемный и облегающий но это не так здесь достаточно хорошая прибавка на свободу сохранилась как вы можете это видеть курточка достаточно свободно нам не сидит ничего не обтягивать как это может показаться я надеюсь это видео вам понравилось если это так то ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем пока пока